Так случилось, что в альбоме из-за нехватки места лежат у меня в одном клейстере две монеточки 1775 года Монетки и монетки Казалось бы, ничего примечательного С чем-то вот они среди других монет не выделяются Разве что только одна Екатеринбургского монетного дыра а другая монета сибирская но год один и тот же Какими-то событиями 1775 год не знаменателен особенно ярких не было Вот если только из грустных вспомнить 21 января 1775 года в Москве на Болотной площади был казнен Емельян Пугачев Был такой донской казак предводитель крестьянской войны в России Кто такой Емельян Иванович Пугачев Ну вот предположительно родился он около 1740 или 1742 года в станице Зимовейской Донской области в настоящее время станице Пугачевской Волгоградской области здесь же ранее родился Степан Разин точнее вот точная дата рождения известна был участником семилетнего затем русско-турецких войн смелый предприимчивый не склонный к соседлой жизни к земледельской работе он с ранних лет обнаружил черты лидера стремление выделиться среди прочих казаков так он хвастался перед товарищами сабли якобы подаренные ему Петром Первым а во время скитаний по стране выдавал себе за богатого купца приехавшего из Царьграда несколько раз бежал из-под стражей и наконец весной 1773 года на яйке объявил себя чудом спасся от гибели императором Петром Третьим умный находчивый храбрый Пугачев воплощал в себе типичнейшие черты русского казака для яйцких казаков появление самозваного императора призвавшего идти вместе с ним на борьбу с изменниками дворянами было как нельзя кстати лишь за два года до прихода Пугачева на их здесь был жестоко подавлен очередной казачий бунт позднее к Пугачеву примкнули тысячи крестьян в нем воплотилось их надежное избавление от крепостного гнета становившийся во второй половине 18 века все более нестерпимым присоединились к Пугачеву и представители некоторых народов по Волжье бороться за свое национальное освобождение рабочих уральских заводов мечтавшие о возвращении к крестьянскому труду сосланы на Урал поляки вот попавший на благоприятную почву призыв Пугачева быстро соврал под его знамена значительные силы и в октябре 1773 года весть о восстании достигла Петербурга трехтысячные войска мятежников уже осаждал Оренбург несколько раз правительство войска одержали верх над пугачевцами тысячи мятежников были убиты но Пугачеву удалось уйти легко пополняя войско новыми сторонниками скоро перед Пугачевым был открыт путь на Москву лежавший через районы где его поддерживали крестьяне его армия шла от города к городу пока не остановилась под Царицыным вот в итоге боя между трехтысячным отрядом регулярных войск и десятитысячной армией повстанцев две тысячи Пугачев были убиты погибли а шесть тысяч попали в плен сам Пугачев вскоре был захвачен своими же сторонниками выдан властям вот так восстание было окончательно подавлено а сам Емельян Пугачев 21 января 1775 года казнен в Москве на Болотной площади это было двести сорок один год назад а вообще что за крестьянское восстание вот Емельян Пугачев принявший имя императора Петра Третьего обнародовал 17 сентября 1773 года манифест которым призывал казаков к себе на верности службу и которым он жаловал их вольностями и перевелениями с этого дня началось крестьянское восстание под его предводительством настоящий Петр Третий Федорович был мужем Екатерины Второй и после переворота 1762 года он отрекся от престола и тогда же таинственно погиб мало кто из казацких вожаков верил в воскрешего царя но человек назвавшийся Петром Третьим Емельян Иванович Пугачев донской казак уроженец зимовейской станицы собрал под свои знамена целую армию способную равняться с правительственной и повел большое количество людей за собой крестьянское восстание хватило земли яицкого войска оренбургского края Урала Прикамья Башкирия часть западной Сибири средней и нижней по Волжье в ходе восстания к казакам присоединялись башкиры татары казахи уральские заводские рабочие и многочисленные крепостные крестьяне всех губерний где разворачивались военные действия вот так вот помаленьку Пугачевское восстание Пугачевский бунт переросло в полномасштабную крестьянскую войну под предводительствами Емельяна Ивановича вот такое вот было это было самое крупное крестьянское восстание в истории дореволюционной России ну что ж в сентябре 1774 года Емельян Пугачев был передан властям некоторыми своими соратниками сначала он содержал с последствием в Виенском городке где его лично допросил генерал-поручик Суворов а затем был отправлен в Симбирск здесь Пугачева вновь допрашивали в течение нескольких дней и впервые к нему применили пытки в результате которых он оговорил себя и своих сподвижников правда позднее на следствии в Москве все эти оговоры были опровергнуты допрос вели командующий карательными войсками граф Панин начальник секретных комиссий генерал-майор Потемкин в начале ноября Пугачев был перевезен в Москву и помещен в подвале здания монетного двора у воскресенских ворот Китай города вместе с ним для проведения генерального следствия были доставлены и все оставшиеся живых плененные участники восстания следствия велось особой следственной комиссией тайной экспедиции Сената главными составами которые были московский губернатор князь Волконский и оберсекретарь тайной экспедиции Шишковский и генерал-майор Потемкин императрица Екатерина II живо интересовалась ходом следствия указывая направления в которых должны были вестись допросы по окончании следствия она определила и состав суда в который вошли 14 сенаторов 11 персон первых трех классов 4 члена синода и 6 президентов коллегии наблюдать за проведением процесса был назначен генерал-прокурор Вяземский первое заседание состоялось 30 декабря 1774 года в тронном зале Кремлевского дворца после нескольких заседаний суд приговорил Пугачеву к смертной казни Емельяну Пугачеву четвертовать голову воткнуть на кол части тела разнести по четырем частям города и положить на колеса а после на тех местах сжечь вместе с ним к чертоветованию были приговорены и Афанасий Перфильев и еще трое Шигаев Подуров Торнов эти к повешению казнь Пугачева и других приговоренных состоялась как я уже сказал 21 января 1775 года в Москве на Болотной площади место где тогда в столице совершались публичные наказания по рассказам современников переданных в частности Пушкин во его истории Пугачева на казни бунтаря присутствовало очень много народу стоял лютый мороз по прочтению манифеста Пугачев стоя на шафоте перекрестился на соборы поклонился на все стороны и покаялся перед народом затем отрубленная палачом голова была показана народу и оказалась на спице остальные части тела на колесе Перфильева казняли также Шигаев Подуров и Торнов были повешены кстати палач имел тайные указания от Екатерины второй сократить мучения осужденных поэтому Пугачеву с Перфильевым сначала сикли головы лишь потом чертвертовали их отрубленные члены разнесли по московским заставам и через день сожгли а палачи развеяли пепел вот Екатерина вторая которая хотела быть просвещенной монархини как бы это вот при ней это чуть ли не единственная казнь а так она смертную казнь отменила ну вот для этого случая сделала исключение вот так кончился мятеж начатый горстый непослушный казаков но взволновавшую страну от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов окончательное спокойствие еще долго не выдворял испанину суворов почти год усмиряли неспокойные губернии утверждая в них ослабленное правление вот по завершении пугачевского бунта Екатерина вторая опубликовала манифест в котором это восстание предавалось вечному зовению и глубокому молчанию причем желая истребить воспоминания об ужасной эпохе она даже велела переименовать яицкий городок в Уральск реку Яик в Урал ну что ж такое вот когда-то было такое вот когда-то случилось в далеком 1775 году на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания до свидания